И начинаем второе отделение концерта. Во втором отделении властителем наших чувств будет композитор, лауреат множества творческих премий, заслуженный деятель Искусство Российской Федерации, профессор Виктор Ульянович. Сегодня вы услышите два это сочинения. Если попытаться выводить из них зерно уникальности, в чем состоит неповторимость этой музыки, то, пожалуй, это обращение к тембрам оркестра в их непривычном значении. Дело в том, что у Виктора Ульяновича два образования, причем совершенно неожиданных. Одно из них физико-техническое, а второе музыкальное. Оба на уровне аспирантуры. Но именно в этом сочетании и есть зерно его уникальных качеств. Дело в том, что он является первым создателем в России кафедры компьютерной музыки и акустики. Ну, мы привыкли слышать классический состав оркестра самых неожиданных акустических сочетаний. Еще со времен учебника по оркестровке Евгения Андреевича Римского творчества, который утверждал, что не помните самых невероятных сочетаний тембров и инструментов. Мы слышали очень разное. 20 век считал верхом эффектности звучания оркестра, включение в классический состав не классических инструментов. Но вот то, что мы сегодня слышим, это где-то на два порядка выше. Потому что Виктор Кульянович оперирует даже не столько тембрами, то есть красками оркестра, сколько абертонами. То есть каждый звук в оркестре, чистый, живой звук инструмента, подхватывается другими, которые создают вокруг него такой объемный звуковой купол. Я не знаю, может быть, многие присутствующие здесь знакомы с поясью Цветаевой. Повесть о звонаре московском. В ней рассказывается о Константине Сараджеве, удивительном музыканте, который мир воспринимал в виде звуков и абертонов. Он слышал их несколько сотен и мог безошибочно определить тональность любой вещи, любого живого существа. Но он мог определить, если он говорил, а вот этот предмет звучит в тональности 182 демоля, то в данном случае композитор умеет это отразить. И вы это услышите. Буквально в первом же сочинении из первых же звуков. Первое сочинение – это концертная симфония для солирующей арфы, клармета и симфонического оркестра. И она называется «Колокола души». Пасан Григорьевич просил сказать еще об одном аспекте произведений, которые сегодня будут исполняться. По любопытному совпадению, оба московских композитора – уроженцы Донецкой области. И Виктор Ульянович оба свои сочинения посвящает мужественным людям Донбасса. И думается, в социальном аспекте они оба прекрасно отражают и это желание, и эту мысль, заложенную в произведение. Итак, «Колокола души». Так называется первое сочинение. Разумеется, и открывается оно звоном колоколов, которые звучат мягко и гармонично, как бы соответствуя настроению внимания и восприятия жизни. И вот на фоне колеблющейся арфы, ее переборов, возникает мелодия песни. Простой, понятной, казалось бы, знакомой. Такое ощущение, что это отзвуки наших собственных настроений, которые в свою очередь сменяются бодрой, упругой, танцевальной темой. Герой, ну, кларнет явно, говорит о имени героя, имени автора. Он празднует что-то. Ну, как бывают вот такие праздники не по календарю, а по душе. Он безмятежно веселится, и как будто этот танец движется по кругу. Ну, один круг, второй круг. И вот такое ощущение, что он уже не может вырваться из этого круга, и начинает проникать в мелодию диссонансы. Колокол начинает звучать с фальшивенькой. Чем дальше, тем больше, и общее излучание становится угрожающим, тревожным. До тех пор, пока не достигает апогея, и затем резкий обрыв. Колокол охрип, и его язык вырван. И вслед за этим идет каденция солирующего фальвота. Удивительно выразительное. Это его размышления, это его стремление найти выход из создавшегося, казалось бы, без выходного положения, не с чьей-то помощью, а решить проблему самому. И ему это удается. И, разумеется, после этого вновь возвращается песено и мелодии колокола, звучат ей в ладо, светло и гармонично. Композитор как бы хотел сказать всем своим слушателям, наша душа — это храм, и только от нас зависит, чтобы не фальшивили его колокола, а звучали гармонично и светло, призывая не на пожары, не к войне, не на похороны, а к молитве и празднику. Виктор Ульянович, колокола души, солисты Наталья Шамеева и лауреат международных конкурсов Антон Моисиенко, симфонический оркестр Крымской фармонии, дирижер Игорь Каждан.